Врачи и пациенты в госпитале ливийского города Мисраты просят помощи. Это основная больница страны, куда поступают солдаты, раненые в ходе недавних интенсивных боёв с исламским государством. «Возможности больницы очень ограничены. Пациентов много, а лекарств и оборудования мало. В особенности не хватает анестезирующих средств и оборудования для операций». За минувший месяц, пока велась операция по освобождению от ИГИЛ ливийского порта Сирта, в этот госпиталь поступило более 500 раненых военных. Ещё не менее 120 человек скончались. И хотя около 60% пациентов здесь имеют ранения, поддающиеся лечению, остаются десятки человек с ампутированными конечностями, ожогами, серьёзными ранами от снайперов и в результате взрывов. Врачи говорят, у них нет возможностей, чтобы помочь им в полной мере. «Раненые здесь, в госпитале Месраты, в очень плохом состоянии. Палаты переполнены пациентами, частные больницы тоже все перегружены. Мы не просим у властей многого, а просто обратить внимание на нас, позаботиться о раненых и о больницах. У госпиталя ограниченные возможности. Они стараются как могут в имеющихся условиях, но этого мало». Сирт удалось освободить от ИГИЛ на прошлой неделе. Лояльные правительству Национального единства военные группировки, участвовавшие в освобождении, были сформированы в основном из жителей Месраты. В ходе операции они столкнулись с террористами-смертниками, минами и снайперами. В то же время власти Месраты уже давно сообщали о нехватке медперсонала и оборудования в городском госпитале. И отмечали, что из-за этого не могут развернуть борьбу с ИГИЛ в полную силу. Около 150 раненых пытались отправить на лечение за границу – в Турцию, Алжир, Италию и Тунис. Но получилось это не во всех случаях. Причины разные – от задержки с выдачей виз до проблем с получением разрешений на полёты в европейском воздушном пространстве и нехватки средств на организацию эвакуации.